Депутаты Илтумен внесли поправки в закон о государственном бюджете республики. С принятием закона о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке в течение трех лет республика будет получать из федерального центра через Росгидро свыше 15 миллиардов рублей. И именно на эту сумму внесена поправка в доходную и расходную части финансового документа. Об этом и других вопросах, которые парламентарии рассмотрели на пленарном заседании, расскажет Юлия Михайлова. В течение трех лет республика будет получать более 15,5 миллиарда рублей. С помощью этих средств электроэнергия для юрлиц и бизнеса подешевеет более чем наполовину, на 58%. Кроме того, снизятся тарифы на тепло, воду и водоотведение. Закон заработал 1 июля 2017 года, но перерасчет для предприятий будет сделан с 1 января этого года. Вопрос об утешевлении дизельной генерации на Крайнем Севере, первой среди дальневосточных субъектов, перед федеральным центром поставила Якутия. И, пожалуй, самый долгожданный закон наконец-то заработал. Эта работа длилась Республикой Республики Саха-Якутия и руководством Республики Саха-Якутия с 2009 года. В прошлом году было поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении мероприятий по выравниванию энерготарифов на территории Дальневосточного федерального округа для юридических лиц в ценах для развития нашей экономики. Это решение состоялось и сейчас принимается постановление правительства Российской Федерации, распоряжение правительства Российской Федерации, состоит за ним по распределению этих сумм на возмещение недополученных доходов энергетикам, которые связаны с данным регулированием и снижением тарифов. Наибольшую экономию получат энергоемкие производства, добывающие отрасли. По мнению экспертов, это позволит направить сэкономленные средства на модернизацию оборудования, расширение или создание новых проектов. Якутиемент один из крупных потребителей электроэнергии. Мы экономить будем около 160 миллионов рублей в год. Мы потребляем в год 55 миллионов киловатт в час электроэнергии. Сейчас строим новый завод. В будущем году мы будем потреблять аж 70 миллионов. Нам этот закон кстати. Мы в это время объем электроэнергии не уменьшаем, а наоборот мы увеличиваем на 18 миллионов киловатт в час в год. По расчетам Госкомцен, уже в этом году Алросос экономит почти 2 миллиарда рублей. Крупные золототбывающие предприятия от 33 до 61 миллиона рублей. Строительные компании от 9 до 172 миллионов. Предприятия пищевой промышленности от 10 до 38 миллионов рублей. Мы надеемся, что этот эффект возникнет уже в 2018 году при определении тарифов на услуги. Уже, скажем так, со сниженными тарифами. Мы надеемся, что где-то какие-то услуги будут снижены. Конечно же, сегодня рыночная система, мы просто так взять, заставить малый и средний бизнес снизить свои тарифы на свои услуги. Но мы будем уже знать, что электроэнергия у них будет заложена на 60% меньше. Поэтому у нас, наверное, у правительства будут определенные рычаги, чтобы эти услуги, которые оказываются на седине, будут снижены. Главное, по мнению депутата Фильтумен, грамотно использовать остаток средств после оплаты выпадающих доходов энергокомпаниям республики. Юлия Михайлова, Максим Ростовцев, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.